Ну что, ребят, добро пожаловать на 13 этап Формулы 1 на Гран-при Бельгии. Итак, сезон у нас уже перевалил за экватор, и гонок у нас остается всего ничего. Вот Бельгия, последняя гонка в Европе в Монсе, и потом мы уже переходим в Азию. Потом возвращаемся в Россию, потом опять в Японию, и потом уже у нас идет Америка, Мексика. Потом Бразилия остается и Абу-Даби. Собственно, по очкам в данный момент я уже отрываюсь от Стролл на 50 очков почти. Этот этап, если я выиграю, так же продолжу свой отрыв. И если Стролл так продолжит приезжать на втором месте, я продолжу выигрывать, как обычно, то, соответственно, сезон может уже закончиться в плане чемпионского титула за три этапа, если повезет. При хорошем раскладе. Но тут уж как посмотрим, все-таки возможно всякое. Возможно то, что где-то я не поеду, где-то Стролл будет быстрее, может где-то я сойду, может где он сойдет. Всякое у нас возможно все-таки. Если вспоминать, особенно еще прошлый этап в Венгрии, где Стролл сошел, и также из-за того, что я перестраховался, еще в Вильямсе очень плохо выступили. Ладно, перейдем к старту решетки, где на первом месте я расположился, на втором у нас Сергей Сироткин, на третьем у нас Стофель Бондорн, на четвертом Лэнстролл, на пятой позицию у нас Шарли Клерн, на четвертый Макс Ферстаби, на седьмой у нас Себастьян Ферстаби, на восьмой Чака Перес, на девятый у нас Льюис Хаментон и десятый Нига Хюлькенберг. Итого у нас три пилота из трех разных топ команд бывших вышли в третий сегмент. Кими у нас потерялся в первом секторе, квалификации Ботас и Рикьярдо во втором секторе. Ну, ничего нового. Плюс Кими решил почему-то первый сегмент пройти на софте, но у него это не получилось. Тактика у нас стандартная, это один пидстоп, поскольку нам надо выигрывать за счет того, что у нас будет меньше потери времени на пидстопе. Ну и переходим к старту. Гаснут красные огни, я стартую, сразу же пытаюсь переключаться как можно быстрее, чтобы найти наконец-то зацеп на колесах. И благо у нас привит небольшой до первого поворота, и за счет этого только сиротками не успеют опередить, и по внутренней траектории я смог защититься. По итогу мы начали ехать бок о бок с ним. И то, что будет дальше, мы посмотрим, конечно же, с ТВ-камеры, в которой будет все лучше видно. Кривой старт, как обычно, в этом сегодня как-то они очень кривые у меня. За Вильямс как-то было попроще стартовать, и я не знаю, с чем это связано именно. Ну да ладно, вроде делаю как обычно все. Подходим к знаменитой красной воде, на которой мы в бок о бок проходим с Сироткиным. Благо никто из нас не вылетает с трассы. Да, конечно, я не пришлось уйти широко, потому что у меня не было возможности никакой. Сироткин же прошел медленный поворот, из-за чего его прошел тут же Ван Дорн, а Ван Дорн в свою очередь еще и прошел Строл. По итогу Сироткин же сразу на старте потерял две позиции. И вот тут же начали присылать Фетель с Леклером. Троем они вошли в первый поворот, и, собственно, Леклер смог таки выиграть. Собственно, как вот все это происходило, также позади вдвоем там ходили Рбул и Форс Индия. Леклер тут же вырвался, ну а Фетель со Сироткиным начали борьбу за уже пятую позицию, в которой, в принципе, Фетель на равных боролся с Вильямсом в поворотах, хотя вот, по идее, Вильямс должен выигрывать у Феррари в поворотах. Но Фетель все-таки смог выиграть, правда, ненадолго, в затяжном левом повороте Сироткин смог поравняться с Фетелем, и уже за счет внутренней траектории смог вырваться чуть-чуть вперед, идя все равно с ним бок о бок. В начале третьего сектора они также проехали бок о бок, Фетель вырвался на какое-то мгновение, Сироткин же тут же немножко отстал, но за счет лучшего выхода смог все равно поравняться с Фетелем. И по итогу, к началу уже третьего сектора, наконец-таки у них борьба закончилась, и Фетель вырвался на такие пятую позицию. Позади также происходила борьба между Рино Хасом и Маркусом Эриксоном, который, кстати, смог опередить и Рино и Хас, и, может быть, второй за выбор мы увидим сегодня на каких-то хороших позициях. Ну а тем временем, Леклер догнал Ван Дорна на втором уже круге, и в пятом повороте предпринял свою атаку, которая прошла для него довольно успешно, и он вырвался уже на третью позицию. Хотя, казалось бы, Макларен и Заубер, разный по идее уровень болидов, но все-таки Леклер показывает то, что важен не уровень болидов, а умение. И также позади у нас продолжается борьба между Сироткином и Фетелем, который заканчивается победой таки Сироткина. Все-таки напрямую за счет Слипстрима Сироткин смог отвоевать свою позицию. И на то же втором круге у нас входит Грожан, в которого впиливается в нас Рикьярда, и из-за чего теряет часть переднего антикрыла, и из-за этого начинает проигрывать в темпе в поворотах. Его проигрывают тут же Рено и Маркус Эрикссон, и также еще и Хасово опережает. Не задалось немного гонка для Рикьярда, но возвращаемся к борьбе Ван Дорна и Леклера, который проходит Леклера напрямую за счет ДРС и Слипстрима, но позже, к сожалению, ошибается, как с Сироткин в свое время в прошлом сезоне. И да, конечно, тут обошлось без контакта, но по итогу был уничтожен комплект Суперсофта, из-за чего Леклер смог оторваться, а Ван Дорн начал просто терять время. Из-за чего удалил пилотом позади идущий, в виде Сироткина, Фетеля, Ферстапина и так далее пилотов. Сироткин тут же расправился с Ван Дорном. Конечно, да, какую-то часть трассы они проехали бок о бок, а именно первый сектор до зоны активации ДРСа. Так как Ван Дорн был впереди Сироткина, то Сироткин, соответственно, и получил у нас ДРС. Та же самая красная вода, в которой они пришли бок о бок, когда на первом кругу мы не смогли так пройти с Сироткином. Ну, тут уж просто я не уместился, и плюс были непрогреты покрышки, но тут уже все нормально. Но по итогу Ван Дорн теряет не просто одну позицию, а сразу же две. Еще и Фетеля успеет пройти до самого поворота. Собственно, вот в данный момент Ван Дорн не напоминает Сироткина из прошлого сезона, который также имел хороший вроде болид. В тот момент, да, конечно, он был просто доминирующий, в этот раз он не шибко доминирующий, но все равно он хороший, на нем можно выигрывать, но все равно как-то напарник не может его реализовать должным образом. На старте следующего круга Ван Дорн теряет еще позицию по отношению к Ферстаппену, который уже, в свою очередь, перед пятым поворотом напрямую за счет слепстрима ДРСа проходит Фетеля. И Ван Дорн тут же активизировался и пытается пройти Фетеля. Похоже, у Фетеля та же проблема уже с покрышками, и по итогу они едут в одном темпе. Ван Дорн смог обойти Фетеля, вывелся на одну позицию вперед. После своего питстопа я выхожу посреди этой группы, которая идет впереди Ван Дорна, которую он собрал собственно. Форсинди за счет слепстрима ДРСа предпринимает атаку на Ван Дорна, но атаку он не смог завершить вовремя, из-за чего они начинают ехать бок о бок в связке этих поворотах. Из-за этого позади Хюркенберг с Хэмилтоном подъехали, и также я еще уже начал подъезжать к ним конкретно. По итогу проехав бок о бок четыре поворота, все-таки Форсинди смогла отыграть эту позицию по отношению к Ван Дорну, и заняла уже вторую позицию. Я же к этому моменту подъехал уже довольно близко к этой группе, и также еще совершил ошибку в затяжном левом повороте, наехав на поребрик, из-за чего меня понесло, и из-за этого немножко я даже смог прогреть шины. И благо у меня был новый комплект Мидиума, и благодаря этому я быстро оставил держак, и за счет этого не потерял особо времени. Но потерял, правда, времени за предыдущей группой, за счет которой Строл смог меня догнать, когда у меня был отрыв от него в 3 секунды, и к автобусу остановки смог опередить Юрхемерга и Хэмилтона. Но, правда, они поехали в ответ на пидстоп. Также на пидстоп у нас еще был Макс Ферстаппин. Собственно, стратегия, как я говорил, в 1 пид, у Строл уже она была в 2 пидстоп. За счет этого у него был мягкий комплект Суперсофт, за счет чего у него был быстрее темп. Собственно, в том же 5 повороте он мне пытается пройти, но я слишком рано нажимаю на газ, из-за чего въезжаю от него, хотя он мне оставлял все-таки место, и немного выталкиваю за пределы трассы, и после этого он решил тормозиться и немножко постоять. Ну, как обычно. Хотя позади нас болидов не было. И за счет этого я выиграл какое-то время, и после этого Строл уже не смог ко мне приблизиться, так как у него еще был один пидстоп после этого. Также Вандорн у нас в борьбе с Феррари ломать перед этим антикрылло, и после этого уже конкретно начинает просто дико проваливаться, а тем более у него был один уже пидстоп, и он его сделал. Конечно, я не понимаю, почему он не сделал еще один пидстоп, забегая вперед, то что он не поменялся все-таки себе к антикрыллу. Но вот такой у нас Вандорн. Потом у нас Сироткин, после того, как я его выбил в Форс Инди, решил, а, плевать на всех, паркуюсь где хочу. Ну, Хюкемерк у нас из разряда любителей стоп-хама, решил, паркуешь где хочешь? Ну окей. На полном газу въезжает в Сироткина, выбивает ему переднюю правую подвеску, и причем не ломает даже себе антикрыло. Что довольно интересно, вроде бы въехал на скорости 160 метров в час, стоящий болид, но на его переднюю откреление даже не царапинки. Ладно, этап у нас заканчивается тем, что все-таки занимаю первое место, после этого контакта у нас ничего интересного особо не было, кто-то обменялся позициями и не более. Вандорн, как я говорил, уже просто проваливался, потому что он не сидел в свой питстоп и не поменял антикрыло на трассе, где аэродинамика играет большую роль. Опять же, Стролл все-таки смог догнать меня за счет того, что у них довольно прокачанная аэродинамика, у нас она только вот постепенно-постепенно прокачивается. Ну, окей, что имеем, то имеем. Итого, у нас финальная таблица, это я на первом месте, на втором у нас Лэнстролл, и на третьем у нас Макс Ферстаппен. Два сошедших, это у нас Хас и Серёдкин, которого просто-напросто выбили. Ну и также турнирной таблицы. Хочется обратиться и обратить внимание на то, что в данный момент Вандорн занимает 14-е место на Макларене. Позади него только два Хаса, две Торроса и один болид Заубера. Что как бы очень печально, несмотря на то, что Серёдкин даже в прошлом сезоне иногда плохо ехал, но он все время держался в топ-5 хотя бы пилотов. Тут же ситуация просто печальная по отношению к Вандорну, и не знаю, как он сможет там хоть какие-то очки набрать. Ну, может быть, это конец только наберет. Ну, ладно, из обновлений мы берем два последних обновления в аэродинамике, чтобы улучшить свою аэродинамику, которые нам приедут уже в Россию. Ну и на этом у нас остается только отдел шасси, которым мы уже займемся в скором времени. Также не стоит забывать про изменения регламента. На этом, ребят, с вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, ребят. Пока-пока.